Я сейчас нахожусь в Будапеште. Это город, который находится в Венгрии, столица Венгрии. В Венгрии государство, которое находится в центральной Европе и входит в состав Европейского Союза и Шенгенской зоны. Сам по себе город Водопешт не сильно большой, население примерно 1 миллион 700, 1 миллион 800 по разным данным. Но с учетом того, что сама по себе Венгрия вся небольшая, то есть около 10 миллионов, то в принципе довольно-таки большая концентрация людей как раз-таки именно в этом городе. Город сам по себе очень тихий, спокойный, безопасный, красивый. Для студентов здесь есть, собственно, абсолютно все. То есть если вы хотите учиться в этом городе, достаточно комфортные условия по проживанию предлагают. Сами учебные заведения, есть общежития, можно снимать квартиру в аренду. Все говорят абсолютно на английском языке, то есть в принципе знать венгерский язык здесь не нужно, что в принципе тоже является удобным, так скажем, потому что в некоторых европейских городах многие не знают английского языка. В Венгрии входит в состав Шенгенского соглашения, плюс в том, что студенты могут путешествовать по всей Европе. Как на самолете, так и на поезде есть поезда, которые ходят в Австрию, Германию, то есть можно в принципе в любой момент добраться. И студентов на билеты на поезда 50-процентная скидка. Город сам по себе разделен на две части, на два района, рекой Дунай. С одной стороны район Будда, с другой стороны Пешта. Будда это считается как холмистая часть, а Пешта это пешеходная часть, ну то есть в смысле такая равнинная, так скажем. Университеты находятся как в той, так и с другой стороны. Студенты, как правило, которые приезжают учиться в Будапешт, первый год очень часто проживают в резиденции, а потом они снимают уже квартиры, потому что это более, так скажем, комфортные условия, плюс это не так дорого. То есть, например, если снимать квартиру втроем, то примерно по стоимости это будет стоить около 700 евро трехкомнатная квартира. То есть у каждого студента своя комната на троих. То есть в принципе довольно таки приемлемо. Ну и в целом стоимость обучения по сравнению с другими европейскими странами на английском языке очень даже доступная во многих университетах. Предлагают получение двойного диплома, например, с британскими университетами. Я сейчас нахожусь в Будапешт-бизнес-школа. Это высшее учебное, государственное высшее учебное заведение, которое было создано в 2000 году путем объединения трех учебных заведений. Это школы торговли, школы туризма и школы финансов и бухучета. То есть третьих учебных заведений объединились и основали один университет, который называется Будапешт-бизнес-школа. То есть соответственно обучают по различным бизнес-направлениям. И в связи с этим у университета есть три кампуса, которые находятся в разных частях города. Сзади меня сейчас кампус туризма. Он как раз находится недалеко, вот прям рядышком с домом парламента. Кстати, дом парламента, надо сказать, в Будапеште он третий по размеру в Европе. Первый находится в Бухаресте, второй в Лондоне и третий вот как раз здесь, в Будапеште. Будапешт-бизнес-школа принимает как иностранных студентов, так и местных. Обучение соответственно есть для иностранных студентов на английском языке. Это вот кухня, где студенты готовят, где они учатся готовить. Сейчас здесь никого нет, потому что каникулы. специи всякие разные, аппараты. Это вот ресторан, где студенты учатся, как обслуживать клиентов. Тоже сейчас здесь никого нет, потому что сейчас каникулы. Это вот Food and Nutrition лаборатория. Она единственная во всех кирских университетах. Это лаборатория такая. Это вот большой лекционный холл. Какие планы? Два. 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 Это терраса, где студенты могут посидеть. Два. Это closing. Так, это лаборатория СНГ. Это здание было построено в 1877 году. Изначально обустроилось как подшколу, потом сделали университетом. Мебель здесь еще аж с 1881 года. Не вся, конечно, но многое. Это была церемониальная комната, когда это была гимназия. Сейчас это иногда используют в университете. А также, когда какие-то мероприятия Европейского союза проходили в Венгрии, то одна из них проходила как раз именно в этой комнате. Сама по себе школа туризма и гостиничного менеджмента была основана в 1857 году. Ну и сейчас, с 2000 года, она является частью университета Будапешет бизнес-школы. На английском языке обучение проходит по двум специальностям на программе бакалавриата и по одной специальности на программе магистратуры. Все остальные программы школы туризма и гостиничного менеджмента проходят на венгерском языке. В целом, на факультете обучается около 30 тысяч студентов. Из них не так много, примерно около 300-400 студентов это иностранные. Но также очень много студентов, которые приезжают по обмену по программе Erasmus из различных других европейских стран. Иностранные студенты приезжают из Бразилии, из Казахстана, из Монголии, а также есть Китай, Вьетнам. Это те студенты, которые постоянно здесь из Ирана. Это те, которые здесь из Турции также, которые постоянно учатся. А по программе Erasmus, по обменной программе очень много из различных европейских стран студентов приезжают. Это второй кампус университета Будапештской бизнес-школы. Здесь обучают по специальностям бухучета и финансов. Факультет бухучета и финансов находится в абсолютно другой части города, нежели школа туризма и гостиничного менеджмента. В тихом, спокойном жилом районе, но это не центр города. Но зато здесь очень много вариантов для аренды квартиры студентам. Ну и также, как я уже говорила, в Бенгрии очень хорошо развит общественный транспорт. То есть студенты, в принципе, в любую точку могут легко добраться. Продолжение следует...